Похоже, я нашел книгу, которую всегда буду носить с собой в качестве памятки о жизни. Всем привет, вы на канале SaberShot и меня зовут Сабир. Серьезно, я такого еще раньше не читал. Книга буквально обо всем. Думаю, даже в таком случае найдутся те, которые будут говорить, что книга не несет в себе никакой смысловой нагрузки, что это лжефилософия, глупый набор слов и так далее и тому подобное. Я же скажу, что открой любую страницу этого небольшого произведения, прочитай один ее кусок с любого абзаца и тебе будет о чем задуматься. Итак, представляю вашему вниманию книгу. Искусство любить. Эрих Фром. Если сравнивать эту книгу с другими произведениями, то больше всего я вспоминал творчество Фридриха Ницше. У него, конечно, все было гораздо, гораздо сложнее. Чтобы освоить одну единственную цитату, приходилось по часу коптить мозги. А с Эрихом Фромом дела обстоят гораздо проще. Ты жадно поглощаешь мысль за мыслью и не можешь остановиться. Что до этого видео, я долго думал над тем, как я буду его снимать. И в конечном итоге остановился на том, что сделаю его по тому же принципу, по которому делал ролик про Фридриха Ницше. Если не смотрели, вот ссылка. Точно такая же ситуация. Сколько полюбившихся мыслей не выписывай, все равно в книге останется целая бездна новых. Так что предлагаю перейти к разбору. В данном случае не будет введения в историю, так как это книга о философии. Произведение посвящено психологическим аспектам возникновения и сохранения человеком такого чувства, как любовь. Буквально в самом введении в историю автор говорит нам, чтение этой книги принесет разочарование тем, кто рассчитывает найти в ней практические рекомендации по искусству любви. Напротив, цель данной книги показать, что любовь – это не чувство, легко доступное любому человеку, независимо от степени его зрелости. Автор стремится убедить читателя в том, что любые попытки любить обречены на провал, если человек не постарается самым активным образом развивать собственную цельную личность, чтобы обрести созидательную ориентацию. Удовлетворение в индивидуальной любви не может быть достигнуто без способности любить ближнего, без искреннего смирения, без смелости, веры и дисциплины. То есть все произведение нацелено на то, чтобы с точки зрения автора объяснить нам, как работает любовь, и не только к людям, а вообще ко всему. Какие разновидности любви бывают, как ее приобрести, о современном устройстве общества и о том, как оно работает. Причем характерной особенностью этой книги является то, что самые острые и самые мудрые мысли писатель заключает в небольшие рамки. И вы спокойно можете найти их, не копаясь в тексте. Очень удобно, я вам скажу. Кажется, мне придется прочитать всю книгу от начала до конца, чтобы отметить самые мудрые моменты произведения. Оно просвещает во всем. Поэтому давайте пройдемся под тем цитатам, которые больше всего зацепили мое внимание. Начнем с того, что забота, ответственность, уважение и понимание – базовые элементы общей для всех форм любви. «Человек любит то, ради чего трудится, и трудится для того, кого любит». Эти две небольшие, но мудрые цитаты заключены в эти самые рамки, как я говорил до этого, и, на мой взгляд, являются основополагающими. Кстати, хочу напомнить, что я не пересказываю все, о чем говорится в книге. Поэтому, если будут возникать вопросы по поводу некоторых недосказанностей, советую просто приобрести эту книгу и прочитать ее. Все просто. Идем дальше. В отличие от симбиотического союза, зрелая любовь – это союз, при котором сохраняется целостность личности индивидуумов. Это активная сила, действующая в человеке. Объясню, что такое симбиотический в данном случае. Если человек любит только какого-то одного человека и безразличен к остальным ближним, то его любовь – это вовсе не любовь, а симбиотический союз, как говорится в книге. Многие пути к тому, чтобы заслужить любовь, оказываются теми же, которые используются для достижения успеха, для завоевания дружбы и внимания влиятельных людей. Мудро, не находите? Но больше всего из пересказанных цитат мне понравилось вот это. Глубочайшая потребность человека таким образом – это потребность преодолеть свою отчужденность и выбраться из тюрьмы одиночества. По сути, это так. Порой встречаю людей, которым абсолютно комфортно в полном одиночестве. Мне сложно понять таких. Иногда, да, абсолютно всем нужен бывает покой и укромное место. Но чтобы все время пребывать одному, как какой-то изгой – это очень странно и неправильно. Мы, люди, по сути, нуждаемся в социуме и стремимся избавиться от гнетущего одиночества через контакты друг с другом. О чем и говорит эта цитата. Пойдем дальше о современной повестке. Равноправие женщин и мужчин – это часть тенденции к уничтожению различий. Именно этой ценой покупается равенство. Женщины равны с мужчинами, потому что они больше не отличаются от них. Утверждение философии века просвещения, что душа не имеет пола, сегодня овладело умами. Полярность полов исчезает, и вместе с ней исчезает эротическая любовь, основывающаяся на этой полярности. Мужчины и женщины делаются одинаковыми, а не равными, как противоположные полюса. Ну, то, что эта тенденция овладела умами, это на 100%. Эта книга помогает снять с глаз ту пелену, которая была налеплена многим людям за последние несколько лет. Повестка современных дней уходит на второй план при чтении. Просто вслушайтесь в эту цитату. Полярность полов исчезает. Почему вообще это должно происходить? Вот еще одна цитата, связанная с этим. Как Бог вложил в мужчину и женщину желание, чтобы мир был скреплен их союзом, так вложил он в каждую часть вселенной желание искать другую часть. А сейчас такие понятия просто вытравливают из человеческих умов. То есть современные повестки не улучшают, а извращают человеческие отношения и понятия о них. На сегодняшний день все эти посылы носят очень агрессивный характер. Это не установка, а целенаправленное навязывание мыслей. Элементарный пример это кино. Сейчас фильмы будто бы стали орудием пропаганды. Творческая свобода ощущается все меньше и меньше. А киноделок как будто бы нацелен на то, чтобы приноровить зрителю какую-то свою определенную мысль. В каждом фильме составляют небольшие эпизоды прямо вот для галочки. Вот я в своем фильме это отметил, значит я хороший. Причем если ты, зритель, не хочешь видеть это или же против этого, Все, ты не толерантен и глупое грубое быдло. Короче говоря, вот она наша реальность. Принимай или убирайся. Ну, что у нас дальше по книге? Дальше идут очень интересные мысли о современных желаниях и предпочтениях людей. Современный человек превращен в товар. Воспринимает свои жизненные силы как вклад, который должен принести ему максимальный доход, возможный при существующих рыночных отношениях. Поседневная жизнь сегодня полностью отрезана от каких-либо религиозных ценностей. Принципы, на которых основаны наши мирские усилия, это безразличие и эгоизм, который часто именуется индивидуализмом или личной инициативой. Счастье современного человека заключается в трепетном разглядывании витрин и в приобретении всего, что он может себе позволить за наличные или в рассрочку, а также в том, чтобы получать удовольствие. Он или она также смотрят и на людей. Может ли быть, что единственные вещи, считающиеся достойными изучения, это те, которые связаны с зарабатыванием денег или престижа, а любовь, имеющая ценность только для души, на современный взгляд выгоды не приносит и является роскошью, на которую мы не вправе тратить много энергии. Все эти цитаты автор не зря вкропил в повествование. Он ссылается на то, что люди в наше время оболванены. Все, что нам нужно, это деньги и комфорт. О духовных и моральных ценностях многие забыли. Материально, может, и богаты, но в душе бедны. Точно, как говорится в этой цитате, «Скупец, обеспеченный тем, как бы чего не потерять, в психологическом смысле является бедняком». Кстати, возвращаясь к цитате под номером 11, хочется отметить еще парочку мыслей. Современному капитализму требуется, чтобы все большая масса людей могли трудиться без помех и сбоев и стремились ко все большему и большему потреблению. Их вкусы должны быть стандартизированными и потому легко прогнозируемыми и направляемыми. Капиталу требуются люди, ощущающие себя свободными и независимыми, неподчиненными какому-либо авторитету, принципу или вероисповеданию. И при этом готовые выполнять команды, делать то, что от них ожидается, легко включаться в работу социального механизма. Ему нужны те, кем можно управлять без принуждения, кого можно направлять без лидеров, понуждать двигаться без видимой цели. А главное, не переставая что-нибудь производить, быть на ногах, функционировать, не останавливаться. Нашим обществом руководят управленческая бюрократия и профессиональные политики. Люди стали жертвой массового внушения. Их цель в жизни – производить и потреблять все больше и больше. То есть мы с вами, по сути, живем в эпоху капитализма. Горькие реалии, честное слово. Конечно, каждый здравомыслящий человек это понимает, но мы живем в этой системе и так или иначе должны соответствовать этим нормам. Говорю, вроде бы книга о любви должна быть, но сколько интересных мыслей тут еще имеется. И это еще только верхушка айсберга. Вы послушайте вот эту цитату. Предвзятость людей, когда дело касается иностранцев, общеизвестна. Представители других народов изображаются как испорченные и жестокие, в то время как соотечественники олицетворяют добро и благородство. Всякое действие чужака оценивается по одному стандарту, а всякое собственное – по другому. Даже добрые дела неприятеля рассматриваются как признак особого коварства, рассчитанного на то, чтобы обмануть нас и весь мир, в то время как наши злодеяния вызваны необходимостью и оправдываются теми благими целями, которым служат. Действительно, если рассмотреть отношения между странами, как и между индивидами, приходишь к заключению, что объективность – исключение, а большая или меньшая степень нарциссических искажений – правило. Прочитал эту цитату и вспомнил один эпизод из сериала «Черное зеркало». Те, кто в первый раз слышат об этом сериале, очень советую посмотреть. Это научно-фантастический сериал «Онтология». Леймотив сериала – это влияние информационных технологий на человеческие отношения. И каждая серия не связана с предыдущими ни сюжетом, ни актерами, ни временем, ни местом повествования. По сути, это сатира на тот образ жизни, который распространен в современном обществе. Так вот, в том эпизоде, о котором я говорю, говорится о безличностных солдатах, которых программируют так, чтобы любой взрослый человек и даже ребенок, который не выгоден правительству, в их глазах становится в буквальном смысле прокаженным демоном. То есть никакой морали и жалости у этих солдат больше не остается. По сути, сейчас мы имеем примитивный аналог такого технологичного изобретения будущего. Это пропаганда, которая приводит к разжиганию войн. Машина для запудривания мозгов. Именно в такую эпоху мы с вами и живем, в которую это все можно наглядно видеть. Когда читаешь такое, в тебе просыпаются очень странные чувства. Ты сам себя начинаешь спрашивать, изменится ли современное общество? Какое будущее нас ждет? По какому замыслу мы живем именно в такой несправедливой реальности? Послушайте вот этот последний шикарный обрывок из книги и задумайтесь. Учитель не был только и даже в первую очередь источником информации. В его задачу входило приобщать учащихся к определенным человеческим установкам. В современном капиталистическом обществе, тоже верно для русского коммунизма, объектом восхищения и подражания становится кто угодно, но только не носитель высоких моральных достоинств. В центре внимания публики оказываются те, кто предлагает среднему человеку те или иные суррогаты удовлетворения. Кинозвезды, шоумены, журналисты, влиятельные бизнесмены или чиновники. Вот образцы толпе для подражания. Их главное достоинство состоит в том, что они фигурируют в новостях. Если представить себе возможные способы знакомить молодежь с жизнью исторических деятелей, показывающих, чего человек может достичь как личность, а не как медийный персонаж, призванный развлекать публику, если вспомнить о великих произведениях литературы и искусства всех веков, представляется, что есть шанс сформировать представление о достойном человеческом существовании и тем самым отвратить от недостойного. Если нам не удастся сохранить представление о том, какой должна быть жизнь зрелого человека, мы действительно столкнемся с вероятностью того, что вся наша культурная традиция обрушится. Эта традиция в первую очередь основана на передаче не определенных знаний, о некоторых человеческих качествах. Если будущее поколение не увидит больше этих качеств, придет конец возникшей за пять тысячелетий культуре, даже если знания будут передаваться и совершенствоваться. Иронично, но я в данный момент читаю «Час БК» Ивана Антоновича Ефремова, и эта книга внушает мне дикий оптимизм. Я начинаю верить в то, что однажды, как и в книге, современный уклад общества и моральные ценности изменятся, и все длинные системы, нацеленные на порабощение человеческих умов, прекратят свое существование. Кто знает, может однажды так и будет. На этом я хотел бы завершить ролик. Всем огромное спасибо за просмотр. Уверен, что конкретно этот выпуск заставит задуматься многих зрителей. Прочитайте эту книгу и усвойте ее сами. На вас вся эта информация и мудрые мысли могут воздействовать по-своему. Но, тем не менее, сам для себя я подчеркнул одну, я думаю, самую важную мысль. Любить, уважать и ценить. Желаю вам всем добра. Кстати, книга идет на полку. Начинаем заполнять вторую сверху. Так что до новых книг и читайте больше, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok